МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационно-развлекательная программа Калейдоскоп. О событиях, людях и фактах, которые привлекли наше внимание на минувшей неделе, мы вам расскажем в ближайшие 15 минут. О музее СССР, который сравнительно недавно открылся в Рязани, мы рассказывали в одном из прошлых выпусков нашей программы. Но на минувшей неделе мы вновь посетили эту удивительную экспозицию на сей раз вместе с группой школьников из Франции. Вот, пожалуй, то немногое, что знают современные французские школьники о Советском Союзе. Ну, или знали до посещения музея СССР. Теперь же подростки, приехавшие в наш город по программе обмена, хотя бы примерно представляют, как жили люди в Советском Союзе. Их удивили игрушки того времени, поставила в тупик туалетная бумага без втулки, заинтересовали диафильмы. Девочки почувствовали себя русскими красавицами, примерив платки и шали, ну а молодые люди поспешили освоить спортивный инвентарь. Музей очень интересный. Главным образом интересно то, что здесь можно не только смотреть на экспонаты, но и трогать их, что делает этот музей живым. На небольшом мастер-классе ребята старательно выводили перьевыми ручками фразу «Я люблю Россию» и с удовольствием осваивали печатные машинки. Ну и, конечно, во время экскурсии они не забывали фотографировать все эти странные, зачастую непонятные им предметы. Так что эта поездка в Россию подарила им не только лингвистическую практику, но и нечто большее. Во всяком случае, так считает их учитель русского языка. Есть вещи, которых нет во Франции. Есть вещи, которые они никогда не увидят за всю свою жизнь. Это, например, туалетная бумага без втулки, которую уже все сфотографировали. Плюс у русских все-таки немного другой образ жизни. Например, здесь мы все пьем чай. Во Франции это вода. Во Франции всегда стоит, например, графин с водой, из которого можно пить в любое время. Здесь мы всегда пьем чай. И, может быть, много других каких-то деталей, которые я лично не могу вспомнить, вот мне в голову не приходят, но очень много. Каждый день им приносит тысячи радостей и тысячи вещей, которые они открывают и в лингвистическом плане, и просто в жизненном. Анна сопровождает ребят в поездке. Сама она родом из России, но уже шесть лет работает во Франции. Она рассказала, что ребята сами уговорили ее совершить эту поездку, о чем не пожалели ни ученики, ни педагог. Они очень мотивированы, и, наверное, поэтому они меня так быстро уговорили. И вы видите, насколько им все нравится. Сильвит Ерси, директор лицей, в котором обучаются ребята, также сопровождает их в поездке. Ей музей понравился не меньше, чем подросткам, однако большинство экспонатов, представленных здесь, знакомы Сильвит Ерси не понаслышке. По ее словам, в те времена, когда существовал Советский Союз, во Франции в обиходе были похожие предметы. А вот современная Россия ее впечатлила. Я первый раз приезжаю в Россию с учениками, и вообще в вашей стране я впервые. До этого я знала Россию только по книгам Толстого Достоевского Гоголя. И что меня удивило и впечатлило, это то, что Россия очень современная страна. Светлане, основателю этого музея и его главному экскурсоводу, уже не впервые приходится принимать иностранцев. И каждый раз она отмечает, как отличается восприятие экспонатов этого музея людьми разных национальностей. Российские дети отличаются от француза тем, что это такой другой менталитет, там другой уклад жизни какой-то. И когда показываешь какой-то предмет, обычно из нашей жизни, дети удивляются. Допустим, та же туалетная бумага с нашим детям, она туалетная. А у французов это был восторг, что меня, конечно, тоже удивило. Какие-то вещи, допустим, понравились им диафильмы. Наши дети как-то так не очень положительно к этому относятся, им не очень интересно. Французы с интересом смотрели. Впереди у этих ребят еще несколько дней пребывания в нашем городе. Надеемся, они узнают еще много интересного, зарядятся положительными эмоциями и еще не раз приедут в Рязань. Кого-то интересует прошлое, но кто-то весьма серьезно задумывается о будущем и о том, что станет с человечеством, если вдруг произойдет глобальная катастрофа. Всех любителей эстетики апокалипсиса ждут в библиотеке имени Горького. Там открылась довольно необычная фотовыставка под названием «Начнем мир заново». Оказывается, эстетика постапокалипсиса начинает привлекать все большее количество людей. Прогнозы ученых и религиозных деятелей о приближающемся конце света, политические и военные конфликты, угрозы экологических бедствий заставляют все чаще задумываться, возможно ли жизнь после глобальной катастрофы. А если да, то какой она будет? Именно таким размышлением и посвящена выставка «Начнем мир заново», который организовал первый российский постапокалиптический клуб «После нас». Их деятельность в первую очередь связана с воспроизводством визуальной эстетики постапокалипсиса, проведением встреч и мероприятий для единомышленников, а также с поддержкой музыкантов, художников и фотографов, работающих в этих жанрах. Работа, представленная сегодня в библиотеке имени Горького, лишь часть более крупного проекта, который был организован клубом минувшим летом. И однажды у нас, в общем-то, случайно, достаточно, вследствие определенных обстоятельств, сидела мысль, что неплохо было бы сделать фото-выставку. Но не просто так. С популяризацией и без нас справляются, в общем-то. И если мы хотим просто показать фоточки, в интернете их увидит больше народа, чем на любой выставке. Мы подумали о том, что должна быть какая-то благая цель. И совместно с фондом «Подари жизнь» мы провели благотворительную выставку в Москве летом этого года, уже минувшего года. И все собранные средства мы передали в этот фонд для приобретения протеза для маленького мальчика Миши. Протез руки, и он пошел в первый класс уже с протезом руки. Ну и, в общем-то, мы решили, что таким экспонатам не гоже как-то пылиться, лежать на полке. И решили повозить покатать по городам. И вот, в общем-то, Рязань – это первый город, который после Москвы принимает эту выставку. Не всю, но как бы выбрали самое вкусное, самое интересное. Порядка 40 фотографий рассказывают не о мутантах и ужасах темных времен. Наоборот, они представляют новый мир через призму надежды, а выживших людей – строителями обновленной жизни. Для создания фотографий в этом жанре используются соответствующие костюмы, которые чаще всего создаются из бросовых материалов, а декорациями служат заброшенные и разрушенные здания, а также природа. Но это лишь форма, гораздо важнее содержания. Нам хочется, чтобы задумались о том, что каждый из нас в ответе за будущее, в ответе за будущее планеты. Чтобы прежде чем что-то бросить, подумать. Даже вот библиотека собирает батарейки на входе. У нас экологический Рязанский альянс. Мне очень близко деятельность экологического Рязанского альянса. Мы должны понимать, что каждое наше действие влечет последствия. И вот ответственность, мне кажется, что наша выставка поможет немножко ответственность людей пробудить. Несмотря на то, что библиотека имени Горького является научной, ее двери всегда открыты для всевозможных экспериментов. И эта выставка – еще одно тому доказательство. Что касается этой выставки, то единственным условием, которое мы ставили перед вот этой организацией после нас, это чтобы здесь не было фотографий, показывающих откровенное насилие или смерти, или какие-то другие ужасы, что может повлиять просто на психику людей. И этого здесь нет. А все фотографии представлены, их здесь около 40. На мой взгляд, они, в общем-то, жизнеутверждающие, оптимистичные. Они рассказывают о том, как человечество может выжить в критической ситуации. Эта критическая ситуация недалека от нас. И правильно вот здесь во время открытия уже говорилось сегодня, что и экологическая катастрофа может легко привести нас к тому, что нам придется уже не жить, а выживать, выбираться, каким-то образом восстанавливаться. Поэтому я считаю, что эта выставка подталкивает людей к тому, чтобы задуматься о своем поведении на этой земле, о своей жизни, о своем отношении к этой жизни. Поэтому пусть она будет, пусть люди смотрят. Я не могу призывать приобщаться к этой культуре после апокалипсиса. Но задуматься об этом есть смысл. Подобное творчество, конечно, можно воспринимать по-разному, но одно несомненно. Если у него есть зрители и последователи, то оно имеет право на существование. Тем более эти работы действительно заставляют задуматься об ответственности каждого из нас за будущее планеты и человечества. 14 февраля – День Святого Валентина. К слову сказать, Святого Католического. Как к этому празднику относятся рязанцы, мы решили узнать, выйдя на улицы нашего города. Отношусь к празднику, да, нейтрально совсем. В принципе, нужен, почему нет. И праздник Петра и Феврония тоже нужен. День Святого Валентина тоже хороший, добрый праздник. Я думаю, в нынешнее время-то одно другому совершенно не мешает. Вот. Кому что более предпочтительно, тот и. А можно женку-то не только в празднике поздравлять, да. Не наш праздник католический. У нас есть День Семьи и Верности. Считаю, да, что он нужен. Как бы это День Любви. Вот. Все должны быть в этот день любимые рядом. Люди должны как-то немножко себя развлекать и отвлекаться. Любовь – это главное на земле. Я считаю, что положительно, потому что у нас и так очень мало такого светлого и солнечного. Поэтому каждый праздник, наверное, для россиян, он такой самый знаковый и эмоционально нужный. О том, что 14 февраля – праздник всех влюбленных, пожалуй, знает каждый. А вот то, что в эту же дату отмечается Международный день книгодарения, я думаю, известно немногим. Впервые Международный день книгодарения был отмечен в 2012 году. Именно тогда Эми Бродмур, школьный библиотекарь и книжный блогер из Миннесоты, впервые решила провести в сети акцию по сбору и дарению детских книг. Считается, что эту идею ей подсказал ее маленький сын. Придуман он был для того, чтобы напомнить людям о ценности бумажной книги в наш технологический мир. Ну и еще, наверное, чтобы донести книгу до тех детей, которые по каким-то причинам не могут ее иметь. Может быть, в силу дороговизны книги, или отдаленности проживания, или какой-то позиции родителей, которые, может быть, не желают завести домашнюю библиотеку. А это шанс подарить книгу. На сегодняшний день уже более 30 стран, включая Россию, ежегодно отмечают этот праздник. И с точки зрения библиотекарей, не случайно датой для этой акции выбрана именно 14 февраля. Наверное, не случайно такая перекличка с праздником Дня влюбленных, потому что, когда мы дарим книгу, мы дарим частичку своего сердца. И вообще это такая возможность подарить и рассказать о своих чувствах. В этом году Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению выступила с инициативой проведения в Международный день книгодарения акции «Дарите книгу с любовью». К ней уже приобщились различные издательства, книжные магазины, писатели и библиотеки. В Рязанской областной детской библиотеке эта акция также впервые пройдет в этом году. Проходить она у нас будет с 13 по 15 февраля. В эти дни можно принести книги со своей книжной полки или книги, которые купили в магазине. То есть, поскольку это подарок, книги должны быть в хорошем состоянии. И отдать их в отдел книгохранения. А вот 14 февраля непосредственно в день праздника можно будет прийти к нам в библиотеку. В фойе у нас будут работать такие стоечки буккроссинга, где можно обменять книги. Книги, подаренные в эти дни, будут направлены в детское отделение городской клинической больницы номер 11, а также в сельскую библиотеку Ухловского района. Все неравнодушные люди могут принять участие в этой акции и внести свою небольшую лепту в популяризации книги и чтения. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам всего самого наилучшего. Увидимся ровно через неделю в калейтоскопе новых интересных событий. Редактор субтитров А.Семкин